Чувствуешь, ну не чувствуешь, ну своей, то есть, парень, ну надо, но вот самочувствие, где эта граница, за которой переступить нежелательно, или она ощущается на другой день, когда у меня уже там слабость, голова болит, потому что я себя силоволю включаю, я могу там уже работать, работать, но я чувствую, что я где-то могу надорваться, как почувствовать вот эту границу, надрыва, где она проходит. Смотрите, фокус в чем? Баня это оздоровительная процедура в случае, если выполнены все условия, а первично это тепловая нагрузочная процедура, в которой и банщик, и клиент попадают в одинаковые условия, но банщик более жесткие условия. Почему? Потому что клиент чаще всего находится в горизонтальном положении, и его сердце должно обеспечить кровообращение, ну скажем так, 20, 30, 40 сантиметров, в зависимости от его габарита. Банщик находится в вертикальном положении, и вот здесь вот вопрос, все там метр 60, метр 70, и очень плохо, если выше, потому что нужно все равно обеспечить всю эту массу тела. И вот здесь возникают несколько сложных моментов. Первое, что и клиент, и банщик, они должны готовиться к этой процедуре. Нельзя проезжаю, еду по дороге, вижу баня, а заеду-ка я сюда попариться. Вопрос, что вы делали предыдущих 2-3 дня до бани, нужно к ней просто подготовиться. Этот период времени, он непростой, и если тут было все правильно, то баня принесет пользу. Если здесь были какие-то ошибки, причем ошибки могут быть на расстоянии 2-3 дня, а могут быть на протяжении ближайших нескольких часов. И каждый из них может навредить и банщикам, и его клиентам. Поэтому вот эти особенности нужно учитывать. Потому что что в бане происходит? Внешнее тепло, согревание крови и перегревание ядра тела. Организм на перегревание реагирует стандартно. Попыткой охладиться. И вот тут пошла вода через легкие, пошел пот через кожу. Это не оздоровительная процедура в этом отношении. Просто организм пытается охладиться. И вот здесь вот, что хорошее, здесь хороший расклад процедур. Когда есть согревание, отдых. Согревание, отдых. То есть вот набор процедур, он не простой. Он логически взаимосвязан для того, чтобы человека максимально эффективно согреть. И максимально полно выжать его как губку, выжать из него старую воду. Чтобы на это место зашла чисто свежая вода. Вот основное оздоровление вот здесь. То есть баня, она оздоровительная процедура, пока человек правильно потеет. И для банщика в том числе. И вот здесь возникает какая ситуация. Если у вас приходит несколько клиентов к одному банщику, то понимая, что клиент пока находится... То есть нужно защищаться от бани, банщику, временем и расстоянием. То есть какое-то смотровое окошко должно быть для того, чтобы понимать, что происходит там внутри. Чтобы не стоять рядом с ним, смотреть, как ты себя чувствуешь. А давай-ка я тебе подушку поправлю. А давай, может, я тебе тут басню расскажу, какую-то песенку спою. И будем с тобой париться вместе. То есть должно быть понимание, что вы выполнили какое-то действие. Вы подошли там веником, обработали какие-то части тела и ушли. И вот то, что здесь очень хорошо делается. То есть учат правильно парить. То есть нужно встать в эргономическую позу. Нельзя становиться боком как-то. То есть мышцы тела должны быть максимально расслаблены. Иначе мышцы тела напряженные вырабатывают дополнительное количество тепла. И вы уже перегреваетесь. Просто неудобный пост. Дальше движения должны быть эргономичные, эффективные. В каком плане? Я вот смотрел как-то одну российскую передачу. Там рекламировали мобильные бани. И там человек, как написано, там эксперт. Там у него куча всего. Он берет веник и буквально чуть не с плеча. Да вот, ты возьми веник. Вот у тебя ручки. Вот тут все расслаблено. Никакого напряжения. Вот ты кистью работаешь. Тебе больше не надо. Не надо бить этого человека. А тебе нужно тепло, теплый пар веничком прижать к какому-то месту. Все. Всех твоих делок. Я понял, что там красивая женщина лежала. Но вопрос не в этом. То есть не показать ей, что ты сильный. Показать, что ты умный. Вот у всех делов. То есть банчик должен... Вот тут идеально в этом плане. То есть тут учат именно вот этому. Но теперь смотрите, что относится к подготовке. Если берем питание. От того, что вы кушаете, зависит, как будет в бане происходить процесс. Если у вас пищеварение работает отлично. То есть у вас нормальная сохраненная кислотность желудочного сока. Или периодически, может быть, даже повышенная. То есть есть в анамнезе язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. У вас белковая пища переварится очень быстро. То есть вам достаточно только банный день сделать вегетарианский. То есть мясо, рыба, птица исчезают из рациона напрочь. У вас могут остаться овощи. Могут остаться крупы в рационе. То есть каши. Из овощей это рагу, это супчики какие-то постные. И могут быть кисломолочные продукты. Они просто переварятся быстро. То есть йогурт и кефир. То есть это вот банный день у вас может быть такой. В начале этого дня обязательно нужно съесть хорошую порцию густого супчика либо борща. Вы вносите в организм воду в юшке и в овощах. Утром перед баней ваш завтрак это густой суп. Густой борщ. Густой такой, чтобы у вас ложка стояла и медленно падала в кастрюле. Вы таким путем создаете запас воды в клетках. Потому что потеете, выпейте.